хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя александр ясков 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 александр юрьевич какого года рождения 1509 1998 98 откуда сам родом родом с города нефтьюганск возле сургута 40 километров а это сибирь север хантоматический тонном округ тюменского тюменская то есть из нефтьюганск а сам или как да сам с нефтьюганск призывался на службу в калининграде калининграде да то есть и стоял калининградской области служил контакте да контрактный штатный какие войска артиллерия артиллерия да и должность должен механик водитель механик водитель да то есть да за рычагами ездил на самоходке то есть управлял а машина какая боевая двадцать девятнадцать м2 стреляет чем сто пятьдесят два миллиметра калибр стреляет но старец сто пятьдесят два миллиметра заряды это уменьшенные полные и дальнобольные идут я понял когда зашел в украину зашел 9 апреля то есть 4 апреля я узнал что я захожу шестого мы выехали 9 апреля зашли какое направление балакле и когда попал плен 6 сентября в районе пяти шести часов вечера где обстоятельства обстоятельства да как и у всех обычно бросили командира офицеры уехали и с товарищем которая тут со мной находится не знаю что делать ну и пошли в сторону россии то есть взяли маршрут туда вот в сторону и там же разведка заслу нас приняли то есть но мы взяли покушать и вещи теплые потому что мы не знали сколько нами никуда потому что мы когда нас привезли вместо стима особо не ориентировались и командиры как бы тоже нас особо ни в чем не реформировали и поэтому то есть так примерно на скидку взяли честно сможем унести с собой продукты такие вещи то есть зимние теплые все а там разведка ну уже сказали скольцесс приняли хорошо то есть давление никакого не было по человечески относились то есть ничего такого какие задания выполняли здесь в украине как сказали нам оборона ну хорошо машина стреляла стреляла да какое направление направление я не знаю я свой лишь механик координаты давали цифры командиру командир давал наводчику то есть когда мы подходили к офицерам с вопросом типа куда мы вообще стреляем то они просто нам были вам не нужно это знать я понял сколько на контракте обещали или платили обещали 150 180 но деньги я не видел потому что я карты все оставил дома то есть обобрал только военника семья есть да мама сестра племянник мама сестра племянник мама где работает на пенсии сейчас строить свой бизнес то есть племянник сын сестры со срочки сразу пошел на контракт в армию да не сразу я пока был в питере вот обучался на механика водителя в учебной части полгода там было учение и после этого переправили ну уже все сдался экзамены перевели в калининградскую область ну понравился сам калининград область потому что как-то более цивильно красиво цивилизованно цивилизованно да и решил там остаться жить поэтому как-то с чего-то начинать жить то есть без помощи родителей сам самостоятельно поэтому у тебя экономическая ситуация вот когда ты 98 года рождения те 24 25 до 24 то есть тяжело вот например если бы не пошел бар что-то начать жизни где-то пойти на высшее образование или еще что-то я считаю это от желания человека зависит если у нее желание то есть то он может добиться но во многих многих людей просто нет желания то есть ну вот ты пошел в армию да вот почему в армию ты говоришь что я учился вообще на нефтяника разработка эксплуатации нефтяных и газов в институте колледж после 9 классов пошел в колледж да и потом уже меня призвали на срочную службу то есть и решил просто остаться попробовать как ну как угодно пока молодой то есть семьи нету как бы особо каких-то обязательств нету пробую и вот так вот закатилось то что но в армии контракт буду разорвать то есть никто не ожидал по крайней мере этой ситуации что война начнется мыслях ни у кого не было ну смотри ты говоришь вот ты пошел например в армия я там могу еще вот понять ну то что рассказывай там могу не могу понять потому что в жизни всегда есть выход да вот там какие-то там орловская область да я даже там не знаю там тверь там еще что то там но из того что я понимаю что там жопа полная да вот в этих регионах но я сам был когда-то в сибири да вот когда мне было там 18 или 19 лет я летал есть такой город новый уренгой есть да он это там 80 километров полярного круга я там был несколько раз но как бы вот сам регион с которого ты родом да вот там нефтьюган сургут да это как бы богатые регионы потому что там газ нефть есть да и если пойти по этому пути то можно зарабатывать хорошие деньги с того что я знаю даже с других регионов и вот эти нефтяники не приезжают приезжают в тюменскую область и так далее когда я так еще был это более 20 лет назад то мне вот сами сами россияне они говорили что в россии несколько городов хорошо живут это москва питер и тюмень на как бы то откуда ты да нефтьюганском как бы меньше вот почему не было вот как такого заряда там например стать нефтяником не знаю как то все туда стремились и как-то не хотелось как у всех то есть соглашается с тем что я говорю да да я соглашаюсь наверное на то время как-то еще не определился вообще чего я хочу от жизни то есть как-то хотелось попробовать себя в другой сфере как-то пожить где-то в другом месте как-то но есть какие-то новые эмоции испытать там то есть как-то но еще не на тот на тот момент если не видел не находил своего будущего конкретно на чем я хочу специализироваться чего хочешь от жизни например что хочешь спокойно жить на семейной то есть вернуться на север не и работать по нефтянке то есть я уже для себя это решил для тебя для тебя это война или спецоперация война война а вот то что ты говоришь например калининград он отличается от других частей россии вот калининградская область там где-то дислоцировался насчет частей я не могу сказать но регион сам регион самого проживания региона да он отличается потому что он более как-то на европейский похож то есть там же раньше это был кельсберг германия туда вот и он как-то больше на европу похож он до отличается плюс туда много туристов приезжают летом как бы это считается такой туристической областью как бы вот да он отличается жизнь сам менталитет культура там да вот когда говорим о российской политике да ты интересуешься ей ну не прям конкретно но так мимолетно мимолетно да вот власть поддерживаешь путина и так далее вот это единственный президент которого ты знаешь я насчет этого ничего не выско потому что это да это меня надо другого президента я не видел я не знаю каково это по-другому то есть вот он всю жизнь путин и ну медведев а то есть как она по-другому я же не могу ответить на что я не знаю не был не жил так отказаться не хотел когда заходил в украину были до мысли мне предлагали жить про добровольно поехать когда началась спецоперация как они сказали то есть сказал я добровольно не поеду если придет приказ то есть у меня как контрактник у меня но нельзя отказываться потому что я подписался на это вот это судимое уголовное будет если придет приказ тогда у меня нет выбора я поеду а так добровольно нет и вот прошел месяц пришел телеграмма получается что надо все рателлистом уезжать там 40 человек и все и мы поехали то есть пришел приказ ты хочешь семью в жизни это понял да да вот ты бы хотел да кого хочешь сына или дочь вообще сына и дочь сына и дочь да вот например давай так стереотизируем вот те сколько 24 24 вот пусть будет там обвиняют и так далее грубо говоря там 42 тебе 40 лет а сыну там 16 или 15 да пусть будет так он спросит папа что-то делал в украине скажу честному воевал воевал за что сам не знаю за что то есть можешь каком будущем я долго ходил размещал над этим но мы командиром задавали вопросы потому что многих же сюда обманным путем завели то есть как нас месяц полтора вы побудете вы не будете там причастны какой-то там огневым деятельностям то есть вы не будете стрелять ничего постоите месяц полтора и все как и вначале многие сюда заходили ну то есть тоже вы поедете просто на учения то есть многих людей сюда ну загнали обманным путем ну смотри александр вот ты говоришь что многие обманули и так далее когда заходит машина артиллерии да она ну то есть я не верю то что ты не видел там по соцсетях и так далее там даже телек ты смотришь не смотришь вообще телек или нет редко редко да хорошо вот что по соцсетях мы тоже понимал что здесь идет война да это не какая-нибудь чертов спецоперация тоже был апреля тоже было в это время понятно да это было понятно 150 тысяч группировки около границ это не спецоперации да и так далее и если ты водитель артиллерий артиллерийской машины да то есть она должна исполнять какие-то задания да это я ну мне тяжело поверить что вот были ребята кстати с калининградской области и некоторые вот почему я спрашиваю да если отличия между регионами потому что они мне показались как бы более смышлеными да те которые проживали по ленинградской области от других регионов да они говорили вот некоторые сказали что это неправда когда вам говорят на камеру что там никто ничего не знал все все знали и все все понимали и когда говорят вам на камеру что они этого не знали это все брехня это апреля то было известно ну и то есть и ты сейчас говоришь что многих там затянули как бы что просто будете стоять машина твоя как бы уничтожала украинские населенные пункты убивала украинцев в ссу и ты же не знаешь куда прилетел стороне может быть даже гражданский скорее всего гражданский и рушила дома я за счет этого не знаю потому что мы задавали вопросами на что он просто командир отвечали но как повторить вам этого не нужно но александр ну у тебя же есть какой-то мы пытались это выяснить но они не давали нам ответом то есть а для чего вам это было для чего эти вопросы вы ставили командиром нам было самим интересно откуда мы стреляем просто все равно есть какие-то человеческие качества совесть не совесть то что но войны как военные то есть военные люди они понимают что войны есть были но и будут сюда почему-то но так устроен наш мир вот но должна всегда присутствовать она какая-то человеческая мораль цена какие-то человеческие качества то есть есть люди которых я не понимаю как вот наемники которые приехали подписали во время спецоперации контракта вот эти на три месяца на полгода человекашники я называю наемники потому что это уже люди целенаправленно ехали зарабатывать деньги на убийство то есть они понимали осознанно то есть их же никто не заставлял них не было каких-то обязательств перед государством там или каким-то контрактом то есть они сами пришли и добровольно но таких людей не понимаю слоги как ходят по поводу там то венецов которые заезжали таких людей то есть как они грабили мародер или там насиловали вот ности смотрел какой-то русский военный насиловал девушку нам показывали то есть таких людей я не понимаю если даже идет война T�나 какие то должны присутствовать какие-то моральные человеческие качества потому что она какой-то даже понимаю же войны нет морали войны нет в чем мораль например у твоего захода в украину вот в чем 17 война вот я так понимаю ты считаешь моральным человеком да мораль твоего захода в украину я не считается моральным человеком и морали придерживаться какой-то на мой заход его не было потому что это был контракт и если я откажусь то есть но это несоблюдение контрактных условий это судимость смотри александр вот ты говоришь нету разницы между там чего кашниками да грубо говоря наемниками и регулярной российской армии да вот лично у меня нету разницы большой да вот честно тебе скажу да потому что я много уже там с россиян говорил около там 40 интервью скорее всего вышло меня есть только ощущение что разницы нету главным стимулом было лавахи деньги потому что если ты получал 30 40 тысяч а тут и прилетает 200 250 а кому-то вообще 400 если тот же самый чего кашник получать 200 250 тысяч рублей и там российский солдат получать те же деньги в чем разница нету если человек не хочет его не заставишь даже если он подписал контракт вот мне иногда в комментариях говорят любомир вот мол ты не понимаешь это люди военные они исполняют приказ да это приказ да это приказ пойти на войну но мы же изначально на это подписались на эти условия то есть и подписывая контракт мы понимали что может быть всякое но мы не рассчитывали что будет война потому что вроде 21 век на дворе и не думали что еще будет какая-то война то есть вроде стараются поддерживать какие-то мирные соглашения мирные условия хорошо хорошо по-другому поставлю вопрос ты живешь свободной стране но ты говоришь что ты боялся потому что это уголовка да ты свободной стране живешь я бы не сказал что она свободная то есть может по словам чьих-то там может она и свободная как свобода слова написано да там в конституции но это не свободная страна это диктатура коррупция диктатура да это так диктатура да я сейчас себе вот мне пришел на мысль один ком да там украинец писал что тоже был на интервью меня россиянин он говорил что он частично соглашается что эта диктатура частично не соглашается знаешь что украинец написал да я даже замыслился над этим они все правильно тебе говорят любомир у них рей россиян рей фашистский фашизма я но пока не менее какого-то но россия ну вот например то что что ты смотрел россияне они же не признают такой нации как и украинцы но есть же такое не знаю я русский у меня таких мыслей никогда не было у меня крестный сам с украины хорошо он на правительство она признает такую страну как украина я не знаю потому что во-первых меня давно не было в стране я не знаю как они сейчас на это смотрят перед этим перед этим тоже я но не увлекался честно то есть общаясь вообще с людьми когда у меня много знакомых украинцев то есть даже как я привел крестного он разговаривает на украинском то есть в россии то есть его никто за это не презирает никто его не обсуждает за это человек просто идет разговаривать на украинском языке где хочет в каком регионе то вот у меня нефтюганске сосед мой он где это публично говорит публично то есть в этих магазинах да и россияне не говорят что не понимают его ну поначалу конечно кто-то понимает это нет я когда ребенком был в детстве я его не понимал потом как-то со временем начал потихонечку уже разбираться то есть так он спокойно сейчас можем перейти на украинский язык но половину я буду понимать половину и россияне понимает агат балды потому что это а так нет он разговаривает на украинском то есть не то его за это не обсуждает там хорошо к чему ты это говоришь нет вообще просто то что вы говорите фашизм то есть то что презирает украина типа россия но я не а если россия признает такую страну как украина зачем она вторглась у меня вопрос тогда надо задать власти наше россияне не хотят задать этот вопрос власти вот сами россияне но то что у нас задают это быстро скажем так заминается россиян нравится да но как по-другому как по-другому я не знаю как по-другому мне 24 только начал жизнь то есть всю жизнь у меня как повторять был один президент и многие люди тоже вот живут и молодежи тоже хорошо источником власти кто есть в россии источником власти путин путин украине по-другому значит источник власти украины но слышал да то что народ сейчас то что вас было раньше тоже пока тут находился то что раньше тоже у вас власть плохо относилась народу и вы начали восставать против это и поменялось ну то есть источником власти в россии есть Путин. Интересно. А если Путин умрёт, что после этого? Я тоже не знаю. Интересно. Это интересно, да. Дать ответ на этот вопрос, мне кажется. Ну, то есть Путин диктатор, да, а все остальное это холоко. То есть, ну, наверное, да, можно сказать. Вот если так мыслить в этом. Да. И большинству россиян как бы нравится жить в этом я не хочу. Ну, в говне. Ну, я не скажу, что им нравится, просто мне кажется, у них выбора нету. То есть, ну... Выбор всегда есть. То есть, многие, наверное, не знают, как оно по-другому может. Потому что, может, и из-за этого как-то оно так... Знаешь, когда заканчивается выбор? Нет. Не знаешь? Когда хлопает крышка гроба. Наверное, получается так. Да, вот когда уже хлопает крышка гроба, вот тогда уже выбора нет. А в сужить всегда есть выбор. Всегда. Тут видишь, ну, украинцы по-другому думают. Ну, да. То есть, соглашусь, да, с вами. То есть, а так, я не знаю, просто, ну... Ну, ехать, учить в другую страну, как жить, это какое-то сумасшедшее. Ну, да. Есть то и... Не, в этом, да, есть правда то, что если ехать в другую страну и учить, и жизнь, то есть, да, то есть, начни лучше со своей страны. То есть, и многие это... Придерживаются этого мнения, что, конечно, лучше был Путин своей страной, занимался, нежели... куда-то в другую страну. И улучшал бы, потому что, что нам мешает жить хорошо. То есть, у нас в России много ресурсов ископаемых. И что мешает? Просто наладить хорошую экономику, наладить дружеские отношения со всеми, да. И просто, чтобы страна процветала, чтобы народ радовался. То есть, многие задаются этим вопросом, но никто не может до сих пор дать ответ на этот вопрос. Чего же ты был русский солдат? Горд? До момента войны, да, был Горд. И чем? То, что русский солдат. Ну, то, что великая страна, так считалось, типа, да, великая армия, как считалось. Было до войны Горд, сейчас нет. Почему нет сейчас? Ну, потому что война это плохо. То есть, нападать и непонятно из-за чего, то есть, в каких целях непонятно, то есть обманным путем заманивать людей, это не есть хорошо. То есть, сейчас нет, я не горд. То, что великая страна, ты имеешь в виду в плане территорий? В плане территорий и ресурсов, да. И ресурсов, да. А великая армия? Ну, я не скажу, что она великая такая. Почему? Ну, потому что давали спицыную технику, спицыное оружие. То есть, как это можно назвать, ну, второй армии мира. То есть, и людей тоже, получается, на списании правили. Проиграли в Украине, сдали Херсон. Знаешь, что Херсон отбили? Да, сейчас, он вас там видел, да. Видел, как люди встречали? Да. ВСУ? Да, видел. Очень радостно, счастливы были они. Флаги видел, которые закапывали у себя в огородах, чтобы встречать ВСУ? Нет. Люди закапывали флаги от русских, чтобы встречать ВСУ? Слышник. Какое у тебя ощущение, когда это все видел? Смешанное, наверное, чувство то, что, во-первых, когда смотришь это, тоже хочется вернуться домой. Первое, мотивация появляется, потому что, как семья, начинаешь представлять, что, ну, в голове, что так приедешь домой, тоже, мама встретится, сестра, как бы, будешь вести уже нормальную жизнь. И второе, то, что, ну, люди не рады России, если они закапывают флаги и встречаются в сходах, понимаешь, что люди, не рады. То есть, если бы они были рады, они бы, ну, реакция была бы другая совершенно. Мама знала, что на войну он пошел? Да. Какая реакция была? Ужасная. То есть, слезы, сестра тоже. То есть, любящие люди, конечно, переживали очень сильно. Хочешь сказать, что ты убранец? Хотя бы, наверное, сказать большое спасибо от НИНСу, разведки, которые принимали, то, что приняли по-человечески, отнеслись по-человечески. То есть, не было там каких-то там побоев, там, такого, то есть, приняли тепло по Женевской конвенции, то есть, все как полагается. Даже не то, что ты делал в Женевской конвенции, просто как люди, то есть, по-человечески. Вот, наверное, все. Это ВСУ, а украинцам, по-народу, хотел бы что-то? Украинцам, наверное, принести извинения, ну, я понимаю, что никому не сдались, именно все же, извинения за российскую власть, которая так вот преподнесла вот это все, за эту войну, за сломанные судьбы, жизни, будущее. То есть, просто принести извинения. Россия нам что-то хотел бы сказать? Россия нам? Поменьше верить телевизору, как-то, стараться стремиться к хорошему будущему, чтобы, прежде чем делать какой-то шаг, хорошо его обдумывали, то есть, делали необдуманных поступков, то есть, как-то, наверное, так.